По поручению Министерства культуры 30 марта был дан старт Республиканскому литературному конкурсу молодых чтецов «Вечная слава героям». В целях выявления молодых талантов в Хасавюрте провели полуфинальный этап Республиканского фестиваля Северной территориальной зоны. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и общекультурные цели, а также развитие творческого потенциала молодежи. У нас прошел полуфинал по горному округу, это было в селении в Хозах, планируется в южном округе в городе Тербен. Пока отбираем ребят на финал. Здесь принимают участие не только школьники, но и студенты различных вузов. Участие могут принимать дети и молодые люди в возрасте до 30 лет. На конкурс допускаются поэтические произведения только из числа дагестанских поэтов, написанные или переведенные на русский язык. От Хасавюрта выступали учащиеся среднеспециальных учебных заведений города, прошедшие муниципальный этап конкурса. Студентка медицинского колледжа Асиад Байсултанова выступила с произведением Михаила Светлова «Итальянец». Ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый и единственным сыном носимый, молодой уроженец Неаполя. Что оставил в России ты на поле? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под мостоком, так мечтал о вулкане далеком, как я грезью на волжском приболе хоть разок прокатиться в гондоле. В функцию почетных членов жюри входила оценка работ участников конкурса, вынесение решений о награждении и поощрении победителей зонального этапа. 20 июня в столице республики в Театре поэзии пройдет финальный этап республиканского литературного конкурса «Вечная слава героям». Бурлеет Самбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».